В этом видео я вам расскажу, как мы покупали билеты и свое впечатление об общественном транспорте в Берлине. Купили мы билеты трехдневные, 72 часа. Стоили они 26,51, в который входит еще один детский. Мы покупали в этом вагончике, там тетенька, она очень хорошо все рассказывает. Немножко знает, кстати, русский язык. Но муж разговаривал с ней на английском. То есть это из аэропорта вы ходите, немножко там пройтись надо и под землей. Вот есть такие автоматы. Ну, в автоматах мы не покупали. Мы пошли вот в тот вагончик. Так вот, надо закомпосировать билет. И тогда уже садитесь, едете. Мы ехали, ну, такие, как называют их, наверное, это электрички такие. Но они ездят по городу, их очень много. И на любую, чуть ли не на любую станцию вы приезжаете на этих электричках. Есть, правда, и трамваи. Это у нас С-9. Он едет и через центр, и через зоопарк. Ну, мы на нем с аэропорта ехали где-то час до отеля. Вот где-то так. Ну, в городе есть и автобусы, и трамваи, и электрички вот такие вот, и метро. То есть, то, что С, ну, у нас С-9, да, то там это электричка. Если метро, то там такая буковка У будет. С этим билетом мы могли ездить на любом виде транспорта и в зоне А и Б. То есть, ну, это лучше все уточнять у людей, которые продают эти билеты. Потому что со мной, если вы приезжаете и не совсем знаете правила, по которым здесь покупаются билеты и так далее, то очень, ну, мне кажется, трудно разобраться. Ну, можно, конечно, но нужно заморочиться. Вот. В основном мы ездили вот в таких электричках. Конечно, есть такая станция в центре. Вот мы сейчас в ней идем. Тут, я не знаю, она в несколько уровней. И вверх, и вниз. И если вот вы приехали в одном, на эту станцию, например, вам нужно пересесть с одного поезда на другой, и вы идете по этим стрелочкам. Ну, я не знаю, это у меня просто муж, он очень хорошо ориентируется по местности. Для меня это трудно. Вот он шел, я за ним, я вообще не понимала, куда мы идем. Куда сейчас нам надо пересесть и когда будет этот поезд. Правда, для меня это было очень трудно. Передвигаясь по городу, мы, конечно, пользовались такой программкой. Ну, в Польше это называется Ягдаяда, кто знает. В каждой стране эта программка называется как-то по-своему. Вот, в Берлине также есть своя. Ну, и по ней, конечно, мы ездили. Ну, без пересадки практически там невозможно никуда приехать. Ну, у нас только от отеля в центр мы без пересадки ехали. А так, если надо, там мы ездили к Берлинской стене одной, и к Мемориалу Берлинской стены, и там какой-то ресторан, еще куда-то. Мы постоянно, мы делали там даже одну станцию проехать, одну остановку, но мы пользовались вот таким вот транспортом. Правда, на автобусе-трамвае мы ни разу не ездили, но удобнее всего нам было вот так вот. И, кстати, да, вот эта остановка Фридрихштрассе самая, такая она в центре находится. То есть, и она очень большая. Ну, не знаю, мне было, конечно, очень все запутанно, хотя муж сказал, что это очень удобно, когда есть много вариантов, чтобы пересесть на какой-то другой вид транспорта, что не нужно долго там чего-то ждать. Ну, опять же, вот этот С какой-то там номер. Но мы, правда, еще прокатнулись и в метро. Ну, это все вагоны такие же. А это метро. И это поезд именно, который ездит в метро. Они такие там. Ну, особо я не знаю. У нас в городе Кривый Рог, в котором я родилась, там есть скоростной трамвай, такой называется, который ездит под землей. Вот тут что-то мне-то было похоже. Программка, которой мы пользовались для передвижения по городу, я обязательно оставлю в инфобоксе. И вот, кстати, как один из примеров, мы только вышли из одного, поднялись наверх и сразу же сели в следующий. На полном там одну-две остановки надо было проехать на следующем. Вот. Ну, так вот пересели. Продолжение следует...